Приветствую вас! Мне бы хотелось сказать, что мысли свои отпустить вы не можете, потому что у вас есть эмоциональная зависимость. Эмоциональная зависимость из-за того возникает, что имеется желание. То есть вот с этим человеком у вас связаны какие-то свои личные желания. Это никогда не секс, это никогда не какие-то чисто такие, знаете, любовные порывы, то есть сделать человека счастливым и так далее, и так далее. Нет. Это что-то лично ваше. Что-то, что вы пытаетесь получить через человека. И отделение эмоций, которые связаны с желанием, по сути перевод влечений в желание, влечения это неосознаваемые желания, а желания это желаемые желания, которые осознаются, которые имеют место сознания, имеют представление о себе. Так вот, если вы отделите свои эмоции, связанные с влечениями к этому человеку от просто симпатии, а симпатия она ведь сохраняется, она никуда не уходит, она остается, но она как бы становится меньше, и человек как бы становится для вас менее значимым. Так вот, если вы любите этого человека, то есть часть, которая чисто любовная, когда вы любите человека, хотите делать его счастливым и так далее, а не то, что вы хотите получить для себя. Так вот, чтобы избавиться, чтобы отпустить мысли о человеке от своего любви, перестать энергетически кормить человека и наблюдать мысли издалека, нужно отделить свои желания от желания сделать человека счастливым. Потому что если человек, которого вы любите, находится не с вами, значит он вас не любит, не любит, и без вас ему лучше. И если вы любите его, любите по-настоящему сильно и искренне, то вы примете его, вы примете его выбор. Вы позволите ему жить своей жизнью, вы дадите ему возможность быть свободным, но и сами вы также будете свободны. И вы не будете свободны до сих пор, пока будете сочетать, соединять в одном человеке и стремление сделать его счастливым и свои собственные желания. Отделив свои собственные желания и научившись удовлетворять их самостоятельно, вы как раз таки и отпустите мысли о человеке и будете думать о нем издалека. Потому что не будет вашей личной заинтересованности в нем. Вот именно так вам и нужно сделать. А для того, чтобы, собственно, распространять, достаточно прислушиваться к себе и спросить, что дает вам этот человек, для чего он вам, почему вы хотите быть с ним, что вам нужно-то. И вот это вам необходимо получить самостоятельно, без этого человека, чтобы стать независимой, свободной и, собственно говоря, равной ему. Почему? Потому что он именно так себя позиционирует по отношению к вам. Теперь дальше, значит, вы пишите о том, что раньше был так, что я вообще не думал о нем, он часто появлялся. Ведь самое лучшее случается, когда этого не ожидаешь. Вы знаете, вместе с сочетанием вашего выражения, как перестать энергетически кормить человека, я подозреваю, что вы свой вопрос еще могли бы адресовать эзотерикам. Потому что они, эзотерики, разбираются в энергетических процессах и так далее. С точки зрения психологии никаких энергетических процессов нет. И все дело лишь только в том, о чем я вам уже сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.